И снова вам всем доброго времени и суток, дорогие друзья! С вами студия StarLadderTV, у микрофона WebShadow и я, Блэйдранер. Мы продолжаем освещать для вас плей-оффы 17 сезона Аматор Лиги, противостояния команды Каскейт и Спортс против команды Project Finals прямо сейчас на ваших экранах. И что ж, на первой карте Project Finals содержали очень легкую и быструю победу через MIPA. Они достаточно уверенно доминировали над своими оппонентами и сыграли полностью свои стратегии. Посмотрим, сумеет ли на второй оправиться после не самой простой для себя первой карты игроки команды Каскейт и Спортс. Ну, знаешь, у нас тут еще одна интересная штучка. У нас Аркворден все еще не в бане. И интересно, все-таки и MIPA тоже не в бане. Неужели мы увидим повторение предыдущей карты или все-таки мы увидим кардинально другие тактики? Ну, кстати, MIPA все же персонаж достаточно уязвимый. Если Каскейды заранее подготовятся к возможности появления этого героя, просто взяв какие-то контрпики, ну, я не знаю, тех же Лин, каких-нибудь быстрых раскастеров, чтобы убивать его на старте, или, быть может, что-то, что убивает однозначно MIPA в поздней игре, каком-нибудь Ember Spirit или что-то другое с мощной сплэш-атакой, я думаю, опасности особо этот персонаж представлять не будет. Другое дело, что Project Finals могут ждать того, что Каскейды наберут героев хороших против MIPA, и тем самым контрпикнут их чем-нибудь другим, посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, как мы видим, Каскейды задумываются над первым пиком, а раньше они не задумывались, брали себе Арквордена. Ну да, теперь получается, что непонятно. А может быть, там есть какая-то вторая стратегия против Арквордена, и уже даже бан MIPA на второй стадии ничего не изменит. Интересно будет следить за этими мэйдгеймсами, пока что набираются достаточно стандартные хардлейнеры, это Слардар и Сэнд Кинг. Пока вообще ничего не понятно, что будет происходить по карте, но я очень надеюсь, что будет такой же экшен и такие же интересные, собственно, герои для достаточно рукастых игроков. Ну, я за экшен также держу, конечно же, обе руки вверх, ну и предполагаю, что он действительно должен быть. Не стоит забывать, что это все же полуфинал, ребята сразятся за первое место и 600 долларов призовых, а это, знаешь ли, достаточно серьезный прайс-пул. Я думаю, ребята постараются. Санкейт плюс Джокер от Каскейт Испорс, по всей видимости, ни одним Аркворденом сильны игроки этой команды. Ну да, и MIPA все-таки залетает уже на первой стадии, видимо, не боятся они пикать его, и, скорее всего, сейчас нужно добирать каких-то персонажей, которые несколько смогут спасать этого MIPA. Сейчас может влететь огромное количество персонажей, которые против него играют очень неплохо. Ну, уже минус-свен от Project Finals, то есть один персонаж, который, ну, разбирается с MIPA почти на любой стадии, неплохо все же, AOE станд по-любому из конов. Эта штука неприятная, в дальнейшем там еще очень много урона заходит, с Грейд Клива и просто с того, что у Света, знаете, лезть так же к ДС, и это так же штука страшная. В любом случае у Каскейтов также есть шанс этого MIPA убить. Не стоит забывать, что, например, можно взять какого-нибудь, не знаю, Леона ради его пальца смерти, убийство на старте. Можно взять Лину, который можно собрать, например, Оганью. Кстати, можно даже попробовать воскресить стратегию Лины в мидл-линии, чтобы, соответственно, убивать MIPA и просто вот там пытаться так-то прогонять. Посмотрим, что решат для себя игроки. Против таких стратегий с магическим прокастом просто к MIPA можно приклеить Рубика, который размоксит сразу нулфилд. А если он еще купит Пайп, который дает сейчас ауру в 10% спелл резиста, и у MIPA родных 35%, в отличие от всех персонажей, у которых 25%. Знаешь, тут накапывает так мало-помалу, цифрка чуть ли нет до неуязвимости к способностям. Так что это может все быть нивелировано всего одним персонажем. Да, да, определенно. Здесь не так-то все будет просто. И даже набрав магический рассказ, ты можешь всегда подставиться под опасность того, что MIPA, ну, соберет Пайп сам, может он собрать, если все будет слишком плохо. Могут ему действительно приставить в помощь того же самого Рубика. Там опций, на самом деле, достаточно много на спасение этого самого MIPA. Ну, это Эмбер Спирит от Каскеби Спортс. Ну, сейчас, скорее всего, пойдет еще Магнус, и это будет просто лютый дэмэдж в MIPA. Единственное, что они погорят ли не на этом. Если Эмбер будет без Магнуса, то он просто не успеет, я думаю, собраться. Вот он, тот самый Рубик, для того, чтобы просто на всякий случай обезопасить MIPA от магических каких-то прокастов. Даже, в принципе, на один уровень, если Рубик возьмет нул филд, это уже, там, по-моему, процентов 12 спелл резиста, это уже циферка приятная. Ну, Рубик здесь однозначно герой небезинтересный, но вот вопрос, что это за Эмбер Спирит. Сейчас есть и там билд на Эмбер Спирита, который то ли набирает популярность, то ли как раз-таки ее теряет, где Эмбер Спирит собирает себе в Вов-Дискард, фармит какой-нибудь Радианс, и дальше, при помощи магического урона, пытается убивать своих компонентов. Если это такой Эмбер Спирит, то ему определенно стоит изменить свое направление, потому как действительно есть Рубик с его замечательной пассивной способностью. Да, магия тут уже не аргумент, вот вообще не аргумент. А вот если это Баттл Фьюри Эмбер Спирит, то дело в том, что он очень долго заряжает, скажем так, свой Баттл Фьюри, не самый быстро фармящий персонаж до данного артефакта. После него, конечно же, он несколько ускоряется, как и, в принципе, любой другой герой. Но дело в том, что Мипа сам фармит слишком быстро. И на прошлой игре, напоминаю, что Мипа просто пошел и снесся в мид на 21-й или 22-й, даже вру, нет, на 19-й минуте, там очень быстро все это было сделано. А Эмбер Спирит до этого момента вряд ли успеет добрать свой Баттл Фьюри. А у нас тут вообще лютые мейнгеймс, появляется действительно у нас Акс и Лайфстиллер. Конечно, комбинация Лайфстиллер и Слардар это уже, наверное, заезженная штука. Однако, все-таки, Эмбер страдает от отсутствия арморы. И действительно, если это будет Эмбер Спирит, который попытается выйти в боевые слоты, там, криты, БФ и прочее, он будет страдать от Лайфстиллера, возможно, убивая Мипа. И наоборот, если это Эмбер будет магический, то тут совсем беда будет неостановимый Мипа и Лайфстиллер, который, в принципе, тоже одна кнопка, все ниверирует. Вопрос на самом деле. Вопрос на самом деле. Магнус, я не уверен, что здесь появится, если, конечно, Эмбер Спирит не решит по какой-то причине идти в левые слоты. Да, уже не появится по-любому. Просто понимаешь, вот как раз проблема небыстрого БФ Эмбера решается именно так. Даже если это Магнус был бы такой, типа, саппорт, просто ради одной кнопки, это было бы уже неплохо. Но в любом случае он не появится. Дело в том, что Магнус, невзирая на то, как он хорошо играет против Мипа, не может его, не получится у него никак убить его на старте. Убивать быстро Мипа Магнусом достаточно сложная задача, он требовательный и к уровням, и к артефактам, или к тиммейтам. Как мы видим, сейчас у Каскейта и Еспортс, в принципе, особо ничего и нету. У них есть, конечно, Джакиры, но не скажешь, что у него прям очень много магического урона там. Много тикающего урона, но это другое дело. Есть Сэм Кинг, который тоже не является прям очень жестким магическим раскастером со старта. Ему требуется тоже артефакт, ему нужен даггер, ему нужна там, не знаю, линза, аганим, да просто даже та же самая аркан-бутсый, чтобы маны хватало на весь рассказ. И как следствие, у них пока что особо-то стартовых героев нету. Есть герои, требовательные к своим артефактам, Акс и Сэм Кинг для Брингдаггера, там, не знаю, Джакиры к ним не относятся, Эмбер Спирит и Баттл Фьюри. А все это жадное. А жадность против Мипа может сыграть очень плохо, мы об этом говорили уже. Этот Эмбер Спирит сейчас смотрится крайне слабым. Ему действительно нужно, наверное, минут 20 для того, чтобы набрать свою силу. Ведь БФ, даже если его пытаться рашить, забив на тот же Торвала и на прочие другие артефакты, он появится не раньше, чем к 15-й минуте, это если все будет вообще идеально. Его никто не будет гонять, никто не будет мешать, саппорты отгонят хардлейнера и просто Эмбер будет фармить. Но опять-таки, одного БФа, скорее всего, не хватит. Нужен хотя бы еще Крит. Но опять-таки, на это все время, 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 вспоминая предыдущую карту и Мипа, который закончил игру всего за 20 минут, становится как-то немножко грустно. Да, и поэтому я сейчас ожидаю видеть от Каскейдов очень сильного героя на старте. Если это фармящий на легкой линии персонаж, в легкой линии персонаж, я предполагаю здесь появление хроники герокоптера, просто потому, что, во-первых, он хорошо отпушивает и может сработать против, если Мипа, например, попытается зайти на хайграунд пораньше, просто откидывается, если только мог, и нормально все будет. Дизраптор. А значит, нас ждет фармящий акс. Это фармящий в легкой линии акс, на которого будут работать два саппорта. Да, может быть, Эмберспирита попробует поставить в Изи, как Су, в Мид какого-то саппорта. Здесь сейчас нужно каким-то образом сработать по максимуму от Мипа, потому что, ну, нельзя ему дать вообще ничего сделать, иначе у вас у самих ничего не получится. Сейчас надо просто все силы кидать именно в этого персонажа. Правда, остается и Лайфстиллер. Что тогда делать с ним? Вот, кстати, насчет Лайфстиллера. Насколько вообще хорош Лайфстиллер против Эмберспирита, если, скажем так, не получится быстро увезти какой-то блиндаггер Свардару? Он не сможет добраться до этого персонажа, он не сможет быстро его пытаться убить, а Эмберспирит всегда сможет, например, улететь на какой-нибудь ремнант, и, как следствие, выживать из таких гангов. Но дело в том, что для этого, во-первых, нужны самые ремнанты, и, что самое главное, также очень сильно многое зависит от того, насколько быстро уфермит Свардар свой блин, чтобы реализовывать подобную связку. Тут пунктов, на самом деле, огромное количество. Мы не будем забывать о том, что есть артефакт, который напрямую контрит этого Эмберспирита. Это Оркет. Я видел не один раз, когда после Армлетта закупался именно этот артефакт на Лайфстиллере. И там уже не важно, есть что-то, нет чего-то. Если просто на спринтах Свардар окажется где-то рядом с Эмберспиритом, или, наоборот, Эмберспирит сам пойдет атаковать Свардара, то там просто вылазит Лайфстиллер, дает Оркет, Open Wounds и просто сгрызает этого персонажа. Да, но Оркет тоже надо выфармливать, причем не ясно тем здесь, кто этим самым делом займется. В принципе, может себе позволить Арчит выфармить тот же самый Лайфстиллер, но, с другой стороны, Амипа этот артефакт, ну, мне кажется, немножко нонсенсом, невзирая на то, что сейчас, в принципе, его бафнули возможностью грейдов в, соответственно, Буаторн. Случился, кстати, небольшой экшен на старте, тут Дизраптор обнаружил вражеский вард, съел его на старте, там попытался немножко по хитпоинтам разменяться Свардар, просто отогнав своего оппонента. Но в итоге, в итоге, как мы видим, действительно, это Акс в легкой линии, к которому подбирается Свардар с уже накидом Айншелом, дает станчик хороший по двоим, в итоге у Вильфор большие проблемы, агро, кстати, нету акса, и, собственно, ждет быстрый Ферст Буатор, исполнение от Дарксира, и, соответственно, очень приятный старт для ребят из команды Прочект Файнас. Думаю, это аргумент, причем очень серьезный. Можно такое перейти. Причем, заметь, у Свардара, если что, имеется Гуардин Спринг, так следствие, он будет очень быстро передвигаться, ну и Сан Шелмен станет смертельным, а, ну, Дарксир с Суджами, что-то тоже штука неприятная. И комбинация, на самом деле, для дабау-линии достаточно сильная, особенно учитывая, что там еще имеется стан. Наверное, на уровне той же самой комбинации Дарксир плюс Перри Брейкер. Да, я видел даже исполнение Дарксир плюс Нейт Сталкер, которая в легкую выигрывала хард-линию. Вообще, с Дарксиром любой достаточно подвижный персонаж будет смотреться неплохо. А как же вот эта старая добрая комбинация Клок плюс Дарксир? Как много в ней играли, наверное, года три назад, причем очень активно ее тогда продвигали. Ну, вообще, да, она достаточно сильная, но, конечно же, и у нее есть свои проблемы. В первую очередь, это не очень быстро формящий за счет, скажем так, наличия Клокверка на линии Клокверка, тем временем тут на подъеме Дарксир, там все большие проблемы, пытается им с ним себе спастись. На нем висит Хандерстрайк, это фраг, который забирает себе Вельхи Орг. Уже один-один счет сравнивается для Каскетиспорта. Отошел немножко в Слардар, вот вам сразу же проблемки. Все-таки Сандерболты наносят достаточно серьезные дамы, на начальной стадии игры. И не рассчитал на это Дарксир, видимо, не рассчитывал. А у нас снизу, в принципе, делаются отводы Рубиком, и не позволяют как-то получать достаточно опыта Скорпу и Джекера. Но у них уже по второму уровню атака в Рубика сейчас будет подхлопчик. Вот он и Рубик, по-моему, отсюда не уходит. Ну да, куда же ты денешься с подводной лодки? Ну, там у него действительно было мало шансов на какой-либо благоприятный исход. В принципе, занимается невозможно там свои фрагменты в это время. Замедление достаточно серьезнее. Серьезная мякина с Добройза от Джекера. Ну и в итоге это действительно легкий фраг. Кстати, любопытно смотреться вообще лайнапа со стороны Каскейт и Спорс. Это действительно формирующая линия Акс, у которого, между прочим, уже есть третий уровень. Но, конечно же, это не особо помогает ему стоять на линии. И Дабла, соответственно, еще одна в сложной линии. Причем не самая-то же стандартная с Энкин и Джекера. Но, как видим, вроде справляюсь. Ну да, на топе жаль, что нет маны у Свардара. Можно было попробовать в 2 Эншелла опять-таки сжечь бедного Оксана. Но, опять-таки, нету стана. Отцепить не получится пока что. В Мильзе очень страдает Эмбер. Его щиточек, который, казалось бы, должен помогать там фармить, убивать и прочее, просто мгновенно сбивается пуфами. Не дэмэджа, не, в принципе, какой-то возможности мипа чем-то насолить. Ну и что делать? По-хорошему Эмбер Спириту, наверное, здесь стоит как-то даже, возможно, передислоцироваться. Потому что сейчас на него пошла агрессия Телекинезис от Рубика, и в итоге два пуфа имеется со стороны, соответственно, мипа. Есть такие мишнеры, и в итоге, может быть, получится даже быть мипа. Попытается 7-7 разменяться Эмбер Спирит. Есть также он, и, соответственно, мне там гусиков Фарри Файр, но не хватает немножечко ему. С другой стороны, мипа сколлекционировал себя. Ликвид Файр, возможно, догорит, да, догорает. Ну да, неприятно получилось. Пуфы он потратил достаточно рано, за счет чего Эмбер достаточно много дэмэджа внес чисто своим щиточком. Возможно, это сыграло, а с другой стороны, все-таки, потраченные в никуда сеточки, тоже не очень приятно. Свардар у нас тут забегает, мана у него есть. Ну, просто пытается разминать своего оппонента, и при каком-то удобном случае будет у нас атака, судя по всему. Обратите, кстати, внимание на скилл билд от Свардара. Он сделал очень интересный выбор на высоте с третьего уровня. Он взял Guardian Sprint в двоечку, тем самым увеличив скорость своего передвижения. И, ну, как раз-таки под Iron Shell, комбинация начинает действительно очень неплохо работать. Правда, как мы видим, пока не хватает несколько, скажем так, пространства игрокам из команды... из команды Project Final, чтобы своих оппонентов как-то поддавливать. То бишь, заходить далеко за тавр и пытаться их убить. Слишком потен Акс, он может всегда нажать агры, тем самым пережить, чтобы это дополнительное количество физического урона. И при всем этом там еще и тавров имеется, который, знаешь ли, тоже неплохо бьет, Владимир. Ну да, тем временем у нас Скорб, в принципе, достаточно легко фармит снизу. Его сложно убивать лайфстиллером. И при этом лайфстиллеру самому не очень приятно, когда этот Скорб хоть как-то трогает крифочков. Ну и пятый уровень. Скорб, во-первых, пятый уровень имеет, во-вторых, имеет еще и первый этот крипстат на карте. Кстати, сейчас на верхней линии убили Дарксиры, сделал этот фраг Пу-Ку на Аксе. И вот уже неплохо-неплохо. Плюс тут еще и с Вордар, я смотрю, бегает 200 хитпоинтов. И если он ошибется, как-то там появится на линии. Мне кажется, его более чем способны убивать. Второго уровня, кстати, Клинс. Поэтому Дарксиры у нас со Свардаром как-то очень слабенько отстояли свою линию. Я как-то думал, что у них это лучше получится. Мипа там убивает Эмберспирита. И не будет убивать Джекера. Наверное, просто из-за шестовского... Как-то слабенько отстояли свою линию не только Дарксирса с Вордаром. Можно также охарактеризовать лайнап у, соответственно, Эмберспирита, который, ну, Мипа действительно ничего пока сделать не может. И, к сожалению, при всем этом еще и по крипстату несколько отстоит, помимо того, что погибал. Ну, знаешь, а чем дальше, тем больше проблем будет у этого Эмбера. В конце концов, Пуфу никто не отменял, и Щеточек все так же не будет против Мипа работать. А вот, кстати, вопрос на самом деле. Будет ли становиться больше проблем у Эмберспирита по мере, скажем так, прохождения какого-то количества времени? Потому что Мипа, как мы знаем, любит уходить в фарм лесов. А тут, знаешь, я еще один пунктик вспомнил, опять-таки, про пачек. Раньше из рута мог вылетать Эмберспирит, а теперь Сеточки это прямая контра. И Мипа может без особых проблем. Так, у нас тут Дарксир все-таки... Не Дарксир... Нет, все-таки Дарксир забирает Дезраптора. Догорел все-таки именно Саншелла, Дезраптор, и Слардар отсюда будет просто уходить на спринтах. А Эмберспирит потратил все заряды в попытке просто заберстать этого персонажа. Я когда увидел, как три вот этих самых файер-рееминанта залетают в Свардар, я подумал, что все же нас ожидает Эмберспирит с В.О. в Дискордом. Они приблизительно так же работают, они максимальное количество магического дэмэджа пытаются нанести в секунду времени. Ну, в принципе, это достаточно логично. Но вот как-то не сработало действительно против Свардара, и надо, наверное... Из-за атакы на Рубика он потерял кучу ХП, его подкопали, так же стоит СПС, и догорит ли он, неплохо заходит вроде Скорп, еще один удар надо сделать, Костик Тоннелл просто его добивает, и ТХД вроде живет, но нет, Лайстиллер все-таки прибегает, добивает. Подкоп от Скорпа спасает его из-под Смэйша, и он ушел сюда. Да, неприятно получилось. Неплохо видно, что Джеки собрался на второй карте, потому как на первой карте он на них все достаточно часто погибал, а сейчас, как мы видим, он и не погибает, при всем этом еще и эскейпит сейчас, но неплохо. Он убежал, скажем так, из-под агрессии Свардара, показывает, что умеет, умеет Джеки. И если сейчас действительно собраться... Свардар, да, может подстрелить. Эпицентр, нет, по-моему, пиши завещание Свардар. Там еще Глимс, без шанса вообще на какой-либо эскейп, для него вообще самая верная идея, это как раз-таки вынести максимальное количество по Джеки, что он и постарался сделать, в принципе, очень верное решение. Там вообще прикольная ситуация была, Свардар прятался за деревом, при этом поставил вижен видел перемещение дезраптора, и, возможно, он мог просто плясать вокруг дерева и не спалиться там. Но, видимо, не зная того, что Скорб на подходе, попытался атаковать, и поплатился кол от Акса, и подставился, по-моему, Акс тут. Да, вопрос, добьет ли он Драксира, а один оборот, нет, судя по всему, и не добьет. Раскайтили его тут. Ну, кстати, с Аксом так и борются всегда, его кайтят, пока не становятся слишком сильными, чтобы убивать его так без каких-либо проблем. Ну, и еще, возвращаясь к Варду, о котором ты говорил, хотелось бы также отметить, что он, наверное, расположен не лучшим образом. Если бы он стоял чуточку дальше, во-первых, он бы дал вижена подходящего Сенкинга, и, как следствие, возможно, Свардар успел бы принять простое решение уйти, не выходить из-за этих деревьев и, соответственно, выжить. Знаешь, там вот справа деревца, так стоит интересно, что туда вижена не так уж и много было бы, может, даже и все равно не заметил бы. Так я об этом и говорю, что у него не было вижена на подходящего Сенкинга, а если бы этот вардец стоял чуточку, скажем так, южнее, если ориентироваться, что низкая арта — это юб, то, мне кажется, вижен бы как раз-таки на Сенкинга был. И как следствие, повторяюсь, Сенкинг мог бы принять решение, что ему надо отст... ой, не Сенкинг, а Свардар, принять решение, что ему надо отступить, и, возможно, он бы не погиб. Просто из-за одного расположения варда. Вот здесь, как бы, где-то. Ну, я же говорил, что там, может быть, и не было бы того вижена, о котором ты говоришь. Ты посмотри, вот эта вот линия очень странная. Она, возможно, и не дала бы нужной информации. Так у нас Рубик подставляется по нему бору, страйк, и не, он этим не выйдет. У Рубик из-под таких ганков шансов сбежать действительно мало, никаких эскейпов нету, персонаж также не самый плотный, ну и особо желания нету ни у кого бежать, его спасать. Но самое что главное, когда вы всей командой идёте гангать вражескую, вражескую саппорт в последней позиции, мне кажется, это уже достаточно хреновая ситуация в целом. Вы тратите много ресурсов, много времени на поимку того, кто этого не заслужит. А у нас Смог, НС, Сурдж, и, по-моему, кто-то сейчас подстрянется. Вылазит Лайфстиллер, пытается сборить у нас безраптор. Дезераптор умирает, лежит неплохая макропира и практически убивают вроде бы Эмбер Спирита, но он уходит, маны, правда, не хватает, ещё один удар бы сделать, но подкоп неплохой спасает его. Джакиро может подстрять, на развороте даёт СПС, но он слишком долго заряжается, получает смэш, и, судя по всему, его просто сожжёт Дарксир. Да, так получается. Получается, двух героев только что забрали игроки из команды ProAdmin. В финал сети два героя, Джакиро и Дезераптор, два саппорта, но для Тимфайта, в принципе, неплохо. Так, представляется, Рубик. Могут возникнуть всего проблемы, бежит за ним Эмбер Спирит, возможно, да, и возвращает на Глимсе, закидывает, конечно же, серень Чинзы, и в итоге Рубик здесь, конечно же, вряд ли спасается, но времени тянул, как только мог. Да, это очень приятно, что фраг отдали Эмбер Спириту. Многострадальный Рубик. Мипа, кстати, решает сразу закупаться в Драгонлендсе и не выходить в Аганим пока что. В принципе, опять-таки, за счёт последних изменений, это правильное, наверное, решение. Всё-таки сначала уплотниться, а потом только получать ещё одного покемона себе в пачку. Достаточно стандартный, на самом деле, билд на... Я даже видел, больше тебе скажу, я видел сразу три Драгонлендса, которые собирали до Аганима, и... Ну, вообще, так сложилось, что я в своих качествах наблюдал Мипа, и вот как-то действительно любит... Атака на Акса, и у нас тут нет, дамажа, по-моему, не хватит, Рубен тут пытается только назову что-то сделать, но тут нету каких-то дамагеров, тут два полу-саппорта, а тем временем в Миде кто-то умер. Нет, чем кем-то был Мипа. А тем временем, да, в Миде зацепили Мипа и били его очень быстро, при всем этом не потратили и глимс. Дизрапторы, как следствие, они могут продолжать, если что, кого-то убивать, соу-таргет имеется. Джеки, ради того, чтобы убить Мипа, потратил свой ультимейт, это, конечно же, оправданная трата, и в итоге выходит Свардар, дает Amplify дамаж по Эмберспириту, но дальнейшего продолжения не наблюдается. Возвращает на глимс, и тем временем Свардар, он отвозит, для проблемы сразу же считается Ice Pass, Эмберспирит не успевает дать весны, запрыгивает сюда, Джеки, хороший вакуум, стороны Дорсирует, лаза летает еще и ультимейт, стороны Дизраптора пытается, он защитить всеми своими своих тиметов, начинает разбегаться отсюда игроки команды, Раскет и Спортс, преследование Сенкинга ведется дальше, Ice Pass защитный со стороны Джагира, который, собственно, закончил свою жизнь на, соответственно, когтях в Айстиллер, Дидокс, делает этот фраг, продолжает он свое дело, Акс мажет, Акс мажет своим агром, и в итоге в Айстиллер, кстати, с интересным, может, если что, и в итоге еще и будет последовать дальше, Сенкинга поднимает он, соответственно, на Телекимной Диссерубик, но в дальнейшем продолжение не последует. А вот Глимс, а нет, брейдж, все, ушли все. Знаешь, растянутая такая по времени драка получилась, и бедная она все-таки на фраге, я думал, будет больше. Конечно, не повезло, бывает такое. Все жмут все кнопки, вроде летят тут симплейты, там инициации, вакуум измеч... Да, потом бас или два фрага. Да, просто сбежались как-то куда-то. Не знаю, чтобы грустно, просто есть, знаешь, своя красота в том, как команды разбегаются, как они красиво, скажем так, уходят из-под... Действительно опасные для себя ситуации. Не спорю, но когда это с двух сторон одновременно, и они как-то вроде кидают все ультимейты, половина спеллов мажет, вторая половина ставится просто, чтобы поставиться. Не знаю, в этом есть как своя красота, так и нелепость какая-то небольшая. Очередной инфест, лордар у нас куда-то побежал. Будут пытаться поцепить эмбера, эмбер не позитен, но успевает на реакцию улететь. Там даже, я бы сказал, не реакция, реакция ща просто какая-то бимьют, или же бобруха действительно очень вовремя среагировал, и... Ну, если честно, я успел бы уже про себя, скажем так, записать в смертники, а тут я уже показал, что умеет, может, практикует. Ну, кстати, не закончилось на этом вся инициация, потому как на позиции находится Свардар, занимает он позицию сверху, скажем так, на лестнице, чтобы в случае чего его нельзя было заметить, а сам он имел вижен. В то же время в смоках пока рассекает Дарксир, кидает он сурдж на Лайвстилера, который тут же двигается в сторону Эмберспирита, и его уже ждут, его уже ждут на Винанте, и в итоге, и ей встанчик мгновенно и отправляет его в Таверду. С вакуума Дарксир, отличный исполнение со стороны игроков команды Project Finals. Как же они грамотно действовали? Ну да, Лайвстилера отправили просто его напугать, и сами уже вдвоем тут разобрались с ним. А у нас тут Скорп, судя по всему, будет атаковать. Свардар потратил свой смеш, и атака в него должна быть, так и есть, это откопали. Ответным подкопом от Рубика лежит Макропир, статик Филд, статик Шторм, все, статик, и горят у нас тут и Рубик, и Свардар Роба отъезжают, однако тут ответная атака от Лайвстилера пытается убить Скорпа, Скорп откапывается по Дарксиру, с него спадает практически опенбаум, и прилетает вот еще Эмбер Спирит, и по-моему отсюда уже никто не уйдет. Первого зарубили Кулинг Блэйдом, минус 4 в исполнении у нас от Каскад. Слушай, а это крутой ответ. У них идеально буквально все легло. У них идеально все было прожато, идеальнейший ультимейт Дизраптора по двоим персонажам, которые ничего не могли сделать. Неплохо даже в Дамажевом и Крапире. В принципе, скилл, который, ну, очень сложно, на самом деле, хоть как-то кинуть хорошо, чтобы, ну, скажем так, без дополнительных эффектов контроля и станут. Потом очень грамотно и вовремя подтягивается Куку на Аксе, и в итоге еще и дает замечательнейший Агр, которому получается и подцепить и Лайвстилера, и убегающего Дарксира, между прочим, Суржом. То есть все было сделано буквально идеально сложилось для Каскейдов. Да, и парочка таких фрагов, парочка таких замесов, и, возможно, этот Амберспирит уже будет по игре не таким уж и ватным, и, возможно, даже как-то поборется вон тут еще в игре. И достаточно рано мы, возможно, его похоронили. Но тут атака на Рошана под Коррозивхейзом, Смипа, слишком быстро развалится. Слушай, они еще в позиции, готовятся встречать, и, да, судя по всему, до ультимейта у Дезраптора остается всего 2 секунды. Правда, хороший, также занял Дарксир, между прочим, на Визе, находит вон на Стримварде, сразу сдает подкоп, туда же заходит Статик Филд, и, соответственно, еще и кидает Макропиру с Айспазм. Тем временем Джокир, большие проблемы изникают у Свардара, он не успевает дать стан, получает своим дан, как правильно, на кого-то туда, по-моему, на Глинсе, отправил Рубик, если не ошибаюсь, да, и тут же сорвал на лиминанты, и начинает их расставлять, в итоге инициация идет неплохая, Куку, правда, делает даблкил, но сам, не выживает, на этом все это время в сетке, также убивает Липа двух героев, этими двумя героями оказывается, соответственно, Куку и Джеки на Сэпкинге, также отправили в таверну еще и Дезраптора, минус пока что Айегис, соответственно, Липа, но это всего лишь, как говорится, минус Айегис, успевает убежать Эмбер Спирит, за счет чего, быть может, получится как-то подсплит-пушить игрокам команды Каскейт и Спортс, потому что сейчас, конечно же, они теряются один товар в миде, а в дальнейшем возможности р-2. Да, единственное, что грустное, то, что Мипа все-таки был с Айегой, выжил по итогу и получил кучу золота, ему уже летит, аганим 1100 золотых на руках и даггер уже не за горами, есть проблемки, с которыми придется потом тягаться, это 3000-ое преимущество Мипа над ближайшим своим оппонентом, и этот оппонент Акс, персонаж, который не является такой, что плютай контроль этому мипарюсу. Вот эти хорошие вопросы, не является или является все же он контроль, потому как у Акса сейчас имеется вангуар 1750 хитпоинтов в максимуме, и в скором времени нас ожидает появление Блэд Мэйл на этот персонажей, вот вопрос, насколько хорош Акс с Каунтер Херриксом, насколько он хорош, если нажмет Блэд Мэйл, и нажмет Агро на Мипа, умрет и Мипа, и останется в живых. Мне кажется, останется в живых. Понимаешь, какая проблема? Мипа, во-первых, наносит урон очень равномерный между клонами. Те же пуфы, которые наносят, ну, условно, 1000 урона в лучшем случае, они распределены, и Блэд Мэйл вернет 200 урона одному, 202-му, 203-му. Аналогичная ситуация с Геострайком и просто ударами с руки. А еще не вернемся, гниру, механику работы. Блэд Мэйл теперь возвращает то количество урона, которое наносит, соответственно, сам Мипа. То есть, если он бьет там на 120 урона, то ему возвращается 120 физического урона, соответственно, еще, конечно же, его защита может его защитить. Но если в это время нажимает Агр Акс, мы знаем, что он получает 40 армора. Как следствие, он становится очень плотным. И в итоге Мипа будет бить себя сам больнее, чем Акс будет получать от него урон все то время, пока держится Агр и работает Блэд Мэйл. И как следствие, Акс, скорее всего, должен выходить более-менее живым из такого протестания в то время как между Мипом распределиться должно по логике больше урона. Ну, Мипа не фантомка, которая вносит 1000 урона с руки. Понимаешь, какой прикол? Мипа бьет все-таки большая часть урона у него все-таки выходит из геострайка и из-под пуфов. Он все-таки больше... Ну, сколько АОЕ есть у игроков команды Каскейт и Спортс? Джакира, Макропира, Ликвид Файры, Долбрезы, Айспазы, есть ультимативные Дизрапторы, его Тхандер Страйк, господи, можно на Глимсе кого-то вернуть, не забываем про Сентлингаз, его Буро Страйком и ультимативные способности. Все это в потенциале также огромное количество АОЕ урона. И сейчас мы приходим к тому, что хватит, мне кажется, убить всех и всех клонов Мипа просто, если грамотно, скажем так, нажать все эти способности и вдамажить в одного-двух-трех, может быть, клонов. В итоге мы сейчас увидели, где погиб, там Рубик, он погибает на нижней руне. Там куча народу убивают просто втроем в четвером, прыгнули на него, там ничего интересного не было. Но опять-таки, Рубик, понимаешь, вот ты говоришь о куче магии, которая нивелируется Рубиком, глинационули у нас Лардара, его подкопали сразу же, Макрофира, статик-филл, статик-шторм и выживет ли он на спринтах, выбегает и нет, он все-таки умирает. Понимаешь, магический урон, это круто, но Рубик, 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 если он будет жить в замесе, то возможно не хватит магического урона. Мы возвращаемся к тому, что Мипа пакуется в кучу статов, если мы говорили в прошлой игре о трех драгонлендсах, я думаю, что в этой игре появятся аналогичные артефакты. А нет, тут будет появляться Хекс, который дает, кстати говоря, неплохие статы, по 10 уже с ультимой торбо прилетает. Кстати, Мипа уже почти 2000 хп. Я в первую очередь когда вижу Хекс, не думаю о том, что это дополнительные статы, а о том, что это, конечно же, Хекс. И мне кажется, Эмбер Спирит, Эмбер Спирит, поэтому Хексу Рад явно не будет, потому как единственная его возможность заэскепить, это нажимать Аримнант. С большой долей вероятности Мипа, который прилетает с Блинкдаггера и дает Хекс на Эмбер Спирита, успевает это сделать до того, как Вавруха реагирует на Аримнант. Ну да, светочкой таких чудес не получится, но все-таки мы же говорили про выжимаевость от Акса, потому как Эмбер Спирит пока не представляет какой-то угрозы, у него есть Калеймор и Братсворд, но, в принципе, на 20-й минуте это слишком поздно, хотя там есть Ревула, может быть, и не так уж и поздно, но 5-таки, Мипа уже плотный, его убивать сложно, так у нас проблема. На смаках находит Эмбер Спирит, он нажимает фисты и улетает на своих, соответственно, ремнантах, но находит его вроде как Свардар отлично, смэш, атака и слишком быстро умирает Эмбер Спирит, контр-хеликс, вроде бы работают и неплохо, но не добивают немножко Свардара, он догорает, правда, Баттлхангера и Мипа приговаривает акцию. Кстати, Рубена забрали, Дарксир влетел, очень интересно, правда, может сейчас поплатиться жизнью Мипа, классная сеточка подвоим, минус 2 за счет этого, слушай, минус 4 против троих, при этом потеряли Коров и... ой, Акс байбай, что если байбай у нас Эмбер Спирита нет, такой ровностью он не похвастается, но даже этого хватает, чтобы Мипа оттолкнуть, отличная сетка, июш, он у нас вороты начинает прыгать и в итоге Акс нажимать, Эликси Байднел, куда-то ты теряешься, я тебя об этом говорил, да, куда-то ты теряешься, но там Мипа, конечно, не фу-хп-шный был, и это свело, скажем так, его в могилу, да, Блэйд Мэйл пока что с Контр Хеликсом работает очень неплохо, да, да, об этом я и говорю, что Контр Хеликс без Умэйл, это действительно огромное количество урона, это хватает пока что, чтобы убивать Мипа, ну и к тому же ты видел, как на самом деле живет вроде бы Акс под Агром, и вот как раз таки для этого, мне кажется, этот артефакт и приобретен, то есть он дает время на данный момент, на данные, там несколько там, ну 10 там условных минут, не суть важно, чтобы Эмбер Спирит набрал свою критическую массу, добрался мне, например, то же самое Баттл Фьюри, и стал врагом для Мипа номер один, где-то там погиб Джакира, где-то там, соответственно, около своего миду линия, в кустах, и сделал этот фраг Лайфстиллер, или же Дидокс, ну атака через Зенфест и влет с Лордара, в принципе, там сложно выжать саппорту, я даже больше тебе скажу, мне кажется, что только что использовали Эмбер Спирит, ребята из команды Project Finals на Джакира, это, на самом деле, возможно, даже победа больше для Каскейт и Спорт, с тому, как мог от этого пострадать другой, более важный герой, там тот же самый Эмбер Спирит, или, например, Акс без Байбека, и, ну, мне кажется, это Спайс Грейт, все два. Ну, может быть, но с другой стороны, опять-таки, Эмбер Спирит, откатывается быстро, он уже, сколько там, секунд осталось, 15 секунд, при этом даже крипы не приблизились к товарам, так что, следующий влет уже не за горами. Так, но у нас тут в интересной позиции Скорбь, если его случайно найдут, то будет отлично OpenFrag, и Darkseer нет, не сворачивает в эту сторону. Скоро, отлично, заныкался. Свардар тоже занимает очень интересную позицию, находится он как раз на моменте врыва, может сейчас он, конечно, инвестирует в сторону Дар, ой, Darkseer, говорю, Бобрухи, и получает Бобрухи, из себя Терекина, здесь дает также кисты, в итоге большую проблему, он успевает на реакции из-под стана Сварда разбежать, пошла, Макропир и Айспас со стороны Джокера, но заходит, а вальпуся в рейдж уайфстилера, который все это время живет, с другой стороны Рубик в это время погиб, также начинает немножечко, но страдать Мипа, вроде бы под еще и ВО в дискорде, погибает тем временем от руки Ку-Ку, еще и Darkseer, даблкил для него, минус 2 делают игроки команды Каскейт и Спортс в обмен на двух своих саппортов, по сути для них это является выигрышным положением, плюс, может быть, сейчас мы увидим какую-то инициацию в сторону Мипа, после он подкилится Аксевичу. Ну, знаешь, выигрышная, не выигрышная, за счет того, что доминирует как раз таких оппонентов, это оказывается не такой уж и выигрышной ситуацией. Каскейт получили тут больше золота, DXP тоже гораздо больше, но потеряли тавер, что сводит это преимущество на нет. Единственное, что хорошо Эндра выжил, потому как он там так странно залетал, мог умереть, здесь, на самом деле, самым ценным ресурсом для игроков команды Каскейт и Спорт в первую очередь является время, невзирая на то, что они потеряли твердого тавры и, как следствие, потеряли деньги, по сути, забустили своих оппонентов. Аксорывается в Мипа и пытается его сразу забрать, очень больно ему, и ей это удается. Два Мипа, и вылетая отсюда еще и Слардарс, Лавстиллер, убивают Акса, Эмбер, правда, здесь без реминантов, по сути, нет, это откидывается все-таки в сторону, будет пытаться отсюда, и Скепт, есть еще одна ультимейтная иллюзия, и да, он еще раз прыгает и выживает, по сути, Скорб сейчас может подставиться, но пока что живет, есть Даггер, он нет, его сбивает Айншеллан, как же неудачно получилось, там вот буквально, вот только-только откатался Даггер и прилетает Слардар. Размен в итоге получается два в одного, этот один является Мипа, двое погибших героев из команды Каскейт и Спорт, это Сэн Кинг и, соответственно, Акс, но, опять же, невзирая на то, что графики говорят, что денег больше получают ребята из команды Project Finals, я считаю, что это, опять же, была больше победа Каскейт и Спорт, они получают, опять же, ресурс, который, я тебе говорю, является не самым важным, время, они дают время фармить Эмбер Спирит, у него сейчас появилась Battle Fury, он начинает фармить быстрее, в дальнейшем он собирается приобретать Линкен-Сферу, конечно, не самый боевой артефакт, но при всем этом он сейчас необходим, учитывая, что есть Хекс у Кмипа. Ну, да, и даже БКБ не спасет от какого-то мгновенного врыва, там банально на реакции практически нереально прожать этот артефакт, так что Линка куда более приоритетная штука. У нас очередной смоук от Слардара Лайфстилера и еще куча персонажей и будет какая-то инициация, или не будет инициация, остается пауза. Плохая была, наверное, для атаки была позиция для игроков команды Project Finals, они увидели, что там рядом находится Дезраптор, который может в случае чего накинуть сразу сверху статик шторм и невзираем, что они должны были видеть Эмбер Спирита или предполагать, что он где-то здесь как раз-таки рассекает, они вот опасались такой вот атаки. На Глимсе вернут, мол, могут вернуть, конечно же, быстро Слардара после Блинк Даггера, соответственно, Лайфстилер, даже если будет Фриджи, останется один, в то время как у Эмбера. Ну, очень много опций после вот этой инициации спастись. Он может реминантами откинуться и просто в тесте уйти, там, не знаю, что иметь еще придумать. Действительно, вариантов у него много на спасение. Ну, а я тут пока что параллельно, пока мы смотрим на паузу, просматриваю таланты. Знаешь, вот единственное, что интересно, тут я увидел, это то, что у Мипа взят талант на лайфстил. Это интересно. По-моему, все таланты работают на клонах, и получается, что каждый клон имеет халявный аджорчик. Забавненько. Ну да, 15 с халявным вампиризмом для каждого из клонов Мипа так и есть. Так, у нас тут будет инициация Свардара прыжок. В Эмбер Эмбер очень страдает, просто у двух ударов умирает, а также у нас тут прилетает башек к бедному Одесдраптору. Ответный подкоп у нас по Свардару, хорошая стеночка, вроде бы Мипа влетает, просто стирает в порошок бедного Акса, и тут, возможно, отъедет еще и Скорб, но нет, промахиваются с сеточками Мипа и Бринкаут. Что же ты будешь тут делать? Мне кажется, на этом только что игра закончилась. Я не вижу опций теперь для игроков, еще и Джеки подцепили, Джеки получает станд, погибает еще и от Аншела Дарксира, в итоге в него пошла инициация обвернутого на Глимсе не вернут, это уже неважно, потому как в Тер-2 там возвращает на Глимсе, пытается у Семь-Семь убить, Хандерстрайк пошел, в это время еще и Ликидфайр накидывается Свардар, в итоге Прыгает Дарксирк добивает тем временем своего оппонента Дезрафтера, а в это время Миду в линии потеряна, и верхняя линия потеряна. Вот так вот. Да, Эмберспирит все-таки хоть и хороший контрпик для Мипа, но все-таки слишком медену он набирает обороты именно, поэтому он из этого патча выпадает в большей степени. Кастер его, конечно, неплохо использует, я тоже веду это, но опять-таки против Мипа кастером быть это сложно. Ну что же, с последней стороны продает у нас. Да, минус с последней стороны мега-крепы для игроков из команды Project Finals, я думаю, это, конечно же, победа ребят из этой команды, ну и поражение Каскейт и Спортс. В итоге шансов у них действительно на победу не имеется, и можно уже, мне кажется, их поздравлять с проходом дальше. Если возвращаться, скажем так, к причинам поражения Каскейт и Спортс, ты вот говоришь, что не является Эмберспирит хорошим контрпиком. А да, не является на старте, но в более поздней шанс. И сейчас, по сути, исход матча решила одна маленькая ошибка, то, что поймали Эмберспирита на нижней, соответственно, руне, там его очень быстро зафокусили и быстро убили, после чего подставился еще и Акс без байбека. Если бы этого, если бы этих двух смертей не случилось, мне кажется, ребята из команды Каскейт и Спортс более чем имели все шансы закрываться на хайграунде и отбрасываться, отбрасываться, и отбрасываться. Ну, знаешь, если уже говорить о том, если бы, если бы, то мне кажется, что все-таки речь должна заходить о пике. В конце концов, Джакира, хоть и неплохой персонаж в общем плане, но все-таки, опять-таки, он не очень хорош против того же Мипа. Оппонент из Каскейт, в принципе, я думаю, Пикер знал, что есть шанс появления Мипа. Вот этот вот риск пика таких вот персонажей, которые не могут наносить огромный дэмэдж, их контроль очень сомнительный и, наверное, все-таки тоже сыграл большую роль в этом. Вот, кстати, хороший вопрос, на самом деле, является ли хороший контроль или не является хороший контроль Джакира, потому как я смотрю на его айс пасс, это 2,5 секунды стана, который работает в АОЕ, тем самым, можно, например, Долго заряжается сам по себе, при этом он дает, ну, очень сомнительный стан, при этом его ультимейт дамажит в определенной области, из которой слишком легко убежать, его первый спелл дамажит не очень много, понимаешь, и спас это один из спеллов только Джакира, его Liquid Fire не лучшим образом работает против MIPA, особенно в начале, который руками не бьет, как он руками не бьет в начале, он просто пуф и дает и убивает кого-то. Понимаешь, тут надо комплексно ценить. как бы, это нормально, да, именно комплексно, я как раз об этом и говорю, что ты рассматриваешь Джакира как соло-персонажа, но в то же время есть другие герои, есть Акс, есть Сэм Кинг, есть Дизраптор, с ними неплохо комбинируется, Джакира, этого нельзя, соответственно, избежать. Под Агар Акса хорошо заходит Крапира, под Агар Акса хорошо заходит Айспас, под него же хорошо заходит Долбресс, под ультимейт от Дизраптора тоже неплохо, и его Кинотифил тоже неплохо, заходит Джакира. Дело в том, дело в том, что это все хоть и хорошо ориентировано, это хорошая комбинация внутри самого коллектива, а вопрос еще пик оппонента, Рейч Лайфстилера, там есть Мейпа, у которого неплохой спал резист, спал резист, который дает Рубик, понимаешь, вот в общем и целом сама задумка была вроде бы и неплохой, но, знаешь, это выглядит так, как будто они вообще не учитывали пик противника, вот Эмбер единственный, кто хоть как-то мог противопоставить что-то Мейпа, ну тут еще есть Акс, не спорю, но тогда, понимаешь, выпадает Лайфстилер, который остается практически без внимания, мы видели, как он просто с трех ударов сгрызает бедного подцепленного Эмбер Спирита, и в таком случае остается один Акс против всех, ну как-то... Вспоминая стадию пика банов, я вспоминаю, что у Айфстилера взяли четвертым пиком, в то время как Свардар был взят первым, и вот если вспоминать стадию пика банов, действительно, отдать у Айфстилера при наличии Свардара игрокам из команды Каскейт и Спорс, наверное, является самой большой ошибкой на стадии пика банов, потому как Мейпа, невзирая на то, что они отдали, они неплохо имели как бы шанс его убивать, просто за счет того, что у них персонажи на это неплохо ориентированы, тот же Акс, тот же самый Эмбер Спирит, но вот у Айфстилер своего Рейджом выписывался из общей стратегии. Он, во-первых, убивает Акса, потому что Акс, персонаж силовик, у него очень много хип-поинтов максимума, и как следствие, Айфстилер очень много урона будет наносить с Фиста, пассивной своей способности, и, ну, вообще, все знают, что Айфстилер любит толстых персонажей, ким Тауров, Аксов, Пуджей, кого угодно, и сжирает их быстро. Если бы здесь Айфстилера забанили, возможности бы сложилось иначе, не было бы инфесбомы. Ну и подводя эти проблемы еще немножко усугубились тем, что допускали ошибки у нас Каскейт и Спорт, ну и получается, что в общем и целом Project Final оказались сильнее, и, собственно, проходят дальше и будут сражаться за первое место, и уже имеют, наверное, сколько там, 300 долларов призовых второе место уже стабильно. Да, уже неплохо, и, стало быть, у нас завтра намечается в финал Аматор Лиги противостояние команды Project Final, как вы можете понимать, против команды Чоков Бойс, и интересно будет посмотреть, кто из них выиграет, кстати говоря. Ну да, я думаю, что завтра будет вообще великолепная дота, и я думаю, что где-то еще на трансляциях будет сражение за третье-четвертое место, по крайней мере, так было обычно, ну и, собственно, призовые за третье-четвертое разные. Значит, в скором времени у нас будет еще два очень интересных противостояния, мы еще раз увидим команду Каскейт, и надеюсь, что там у них будет все-таки картина чуть более интересная. Ну что же, мы, наверное, тогда будем закругляться, подписывайтесь на социалочки, которые скоро будут в комментариях, ну и я думаю, что до скорых встреч. Да, ребят, не забывайте, опять же, подписываться на те же самые ссылочки, сейчас, наверное, в чате еще промелькнет что-нибудь, всякие группы ВКонтакте и прочее-прочее, не забывайте следить за дотой вместе с нами, со студией StarLadder TV, рекомендую вам, конечно же, также завтра заскочить и посмотреть, кто в конечном итоге будет победителем в этом сезоне Аматор Лиги 17-го сезона, соответственно, и, ну что ж, до новых встреч, ребят, мы аут. Любите красивую доту.